Привет, друзья! В этом ролике мы рассмотрим партию-миниатюру в исполнении выдающегося советского гроссмейстера Льва Полугаевского. Его противником в этом поединке выступил венгерский гроссмейстер Иштван Чом. Лев открывает партию излюбленным английским началом. Он любил играть сицилианскую защиту черными на ход Е4. Так почему же белыми не сыграть перевернутую сицилианку? Чом развивает коня, белый играет конь С3 и на ответ на Е6 Полугаевский завершает развитие кавалерии. Иштван готовит рокировку в короткую сторону. При случае может испортить прическу противнику на ферзовом фланге. Но хитрым порядком ходов белый избегает классической защиты Немцовича и защищается от данной порчи. Ну что ж, черные берут под контроль центральное поле Д4. Лев набрасывается на слона. После отступления решает проблему со своим белопольником, выводя его на большую дорогу. Черные завершают развитие конницы. Белый готовит рокировку. Следует эвакуация королей из центра доски и ход А6. Черный выставляет противолошадиные ежи по шестой горизонтали. Белый переводит ладью на линию Д для того, чтобы вскрыть центр и попытаться использовать рентгенчик против вражеского ферзя. Учитывая это, заслуживал внимание ход Е5, препятствуя продвижению Д4. Но Иштван играет ферзь Е7. Полу Гаевский взрывает центр. Следует размен на пуле Д4. Черный снимает с доски пару коней. В ответ на это венгерский гроссмейстер освобождается от связки и готовит стандартный подрыв на ферзьевом фланге для структуры еж. С идеей завязать здесь потасовку. Слон Ф4 не работает из-за пешечной вилки. Так что Полу Гаевский играет Б4. И на отступление слон Б2. Фигуры белых вышли на боевые позиции и готовы к решающему наступлению. В то время как у черных нарушена коммуникация ладей и явно приунывший слон на С8. Учитывая то, что дальше случилось в поединке, заслуживал внимание ход слон Е5. И на ладья А4 установить пехотинца на А6. Но вместо этого Иштван проводит свой подрыв на ферзьевом фланге. Полу Гаевский пробивает на Б5 и белая ладья заплывает в королевскую гавань врага, предвещая конец империи черных. Белые немного немало создают угрозу прыжка коня на поле Д5, устраняя защитника пункта Х7. Но допустим, если черные завершают развитие легких фигур, то белые навешивают коня, нападая на ферзя. В случае взятия пробивает на поле Ф6, угрожая матом и выигрывая сильнейшую фигуру противника. Немного затянуть сопротивление можно было ходом А6, хотя после ответного коня Е4 убил их сильная атака на королевском фланге. Но продолжение в партии слон Е5 является решающей ошибкой. И я вам предлагаю поставить видео на паузу и найти завершающий ход Льва Полу Гаевского. Итак, я надеюсь, вы справились с данной задачей. После хода коней Е4 уже на 17-м ходу Иштванчом признал себя побежденным. Дело в том, что угрожает удар на поле Ф6 с матом на Х7. Как черным защищаться? Если они забирают коня, то белый пробивает на поле Е5. И у черных одновременно под боем и ладья, и конь. Они несут большие материальные потери. Ну а взятие слона на поле Б2 наталкивается на ход коня В6. И черный король форсировано получает матец. Вот такая партия миниатюра в исполнении Льва Полу Гаевского. И если вам она понравилась, поддержите видео лайком, репостом в социальные сети. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что шахматы это круто. Круто!